В эфире информационный выпуск новости Тынды в студии Ирина Ковальчук. Здравствуйте! Сегодня в нашем выпуске. Коронавирус по-тындински. Самоизоляция и ношение масок. Тележка добра. Новая акция от штаба волонтеров. В квартирах ветеранов Великой Отечественной войны проводится ремонт. В столице БАМа установлены новые дорожные знаки. За неисполнение обязанностей по ношению масок физические лица могут быть привлечены к административной ответственности. Обязательное ношение масок в общественном транспорте, объектах торговли и услуг гражданами вошло в перечень правил поведения. За неисполнение обязанностей по ношению масок физические лица могут быть привлечены к административной ответственности в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от 1 до 30 тысяч рублей. Также в соответствии с изменениями в Кодексе административных правонарушений, задействия или бездействия, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, несоблюдение режима самоизоляции, граждане могут быть привлечены к административной ответственности в виде наложения штрафа в размере от 15 до 40 тысяч рублей. В рамках работы по предупреждению распространения коронавирусной инфекции сотрудники МВД России Тынгенский проводят профилактическую работу. Патрулируют улицы, проводят профилактические беседы с пожилыми людьми, несовершеннолетними и их родителями. Сотрудники полиции совместно с сотрудниками Роспотребнадзора и администрации города Тынген проводят рейды по объектам торговли с целью выявления и пресечения нарушений, а также информирование работников и посетителей о необходимости соблюдения масочного режима, социальной дистанции, проведения дезинфекции. За нарушение указанных норм составлено два административных протокола. Совместно с сотрудниками Роспотребнадзора полицейские продолжают проверку граждан, которые находятся на режиме самоизоляции. На сегодняшний день на граждан в городе Тынген и Тынгенском районе составлено также два административных протокола. Все административные материалы направлены в Тынгенский районный суд для принятия решения. Протоколы об административных правонарушениях вправе составлять Должностные лица органов внутренних дел полиции Должностные лица территориальных органов МЧС России Должностные лица Росгвардии руководители противопожарных служб субъектов РФ, руководители созданных при органах местного самоуправления органов, специально уполномоченных на решение задачи области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и их заместителей. В Тынде официально выявлено два случая заболевания коронавирусной инфекцией. Это стало поводом мобилизации работ всех организаций города. На сегодняшний день в нашем городе развернутый провизорный госпиталь, обсерватор и изолятор. К сожалению, пройти обследование на обнаружение вирусной инфекции могут не все. Согласно постановлению главного санитарного врача, обязательно обследование проходят граждане, которые пересекли границу государства, все лица, которые имели контакт с пациентами, у которых подтвержден коронавирус, пациенты с вирусной пневмонией, а также пожилые граждане, у которых имеются признаки вирусной инфекции. Также проходят обследования медработники, которые контактировали с пациентами. Это достаточно трудоемкое, дорогостоящее исследование. Поэтому, уважаемые жители, мы ожидаем, что в скором будущем в лечебное учреждение поступят тест-системы, которые будут позволять диагностировать данную инфекцию уже более простым способом, иммуноферментным способом. И тогда, скорее всего, будет расширен перечень категорий граждан, которые могут воспользоваться этим видом исследования. Сегодня у нас новых случаев не зарегистрировано. Как вам известно, у нас есть два случая. По этим двум случаям пациенты чувствуют себя хорошо и идут на поправку. Что касается тех, которые изолированы в изоляторе у нас, завтра мы отпускаем с миром первого человека-таксиста, далее мы по второму контакту, второго контакта выпускаем послезавтра. Если мы будем достаточно осмотрительны, то, скажем так, повторов в этой ситуации у нас не будет. По поводу родительского дня. Разумеется, никто эту дату не отменяет, но по возможности, пожалуйста, воздержитесь от посещения кладбища. Будет достаточно много народу, конечно, это не мавзолей, но если есть такая возможность, пожалуйста, посетите своих покойных родственников либо накануне, либо позже. Полиции пугаться не надо. Полиция будет проверять, соблюдаете ли вы дистанцию на кладбище, при входе на кладбище, и имеются ли у вас средства индивидуальной защиты. Если автобус будет отменен, сами в свободном режиме, пожалуйста, без привязки ко времени, приезжайте, конечно, приезжайте, если у вас есть такая острая необходимость. Если острой необходимости нет, давайте все-таки это сделаем в другой, более удачный время. Напоминаем, что во время режима самоизоляции для тыненцев старшего поколения работают волонтеры, готовые прийти на помощь по звонку по номеру 112. Тындинские волонтеры присоединились к общероссийской акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса «Мы вместе». На базе Молодежно-досугового центра «Гармония» создан волонтерский штаб, в который стекается вся информация. У нас есть три вида волонтеров. Это волонтеры штаба, которые сидят и принимают заявки здесь на месте, в Молодежно-досуговом центре «Гармония». У нас есть волонтеры онлайн, которые могут обзванивать магазины, мониторят цены по магазинам и передают нам информацию. И есть выездные волонтеры, это самые наши главные помощники, добровольцы, которые непосредственно выезжают к бабушке и оказывают помощь. Чтобы стать волонтером, нужно зарегистрироваться на сайте мывместе2020.рф, пройти онлайн-обучение по правилам общения с пожилыми людьми, мерам предосторожности и получить сертификат. Перед выходом выездной волонтер получает защитную маску, перчатки, дезинфицирующий раствор. Ему измеряют температуру тела, чтобы убедиться, что доброволец здоров и может приступить к работе. Граждане в возрасте свыше 65 лет, которым необходимо помощь, могут позвонить по номеру 112 и оставить заявку. К нам поступает с номера 112 звонок от специалиста, диктуют нам номер телефона пожилого человека, фамилия, имя, отчество, адрес и какую помощь ему необходимо оказать. Доставка продуктов, оплата услуг ЖКХ, либо доставка лекарств. Очень много случаев, когда бабушка конкретно просит купить именно в этом магазине именно такой товар, такой жирности, такой вот цвета, например. Пишем количество и примерную стоимость нам выясняет волонтер. После того, как волонтер приобрел покупки в магазинах, он приходит к бабушке, звонит в дверь и оставляет продукты, нашу заявочку и чеки возле двери. Затем он отходит на небольшое расстояние и бабушка выходит, смотрит, все ли ее устраивает и подписывает наш документ, что она претензий к волонтеру не имеет. Таким образом мы гарантируем безопасность волонтеру, безопасность бабушки и штаба волонтеров. Любовь Симхея, здравствуйте. Здравствуйте. Волонтеры. Продукты привезли, возьмите, пожалуйста. Вот это квитанция, это деньги. Все, буквально через полчаса я к вам вернусь. А ну, смотрите, сейчас, как возможность будет. Вам квитанция нужна сама будет? А вот обязательно. Угу, все хорошо, сейчас будет. Все, сейчас, но все мне будет. Благодаря неравнодушным жителям столицы Баама к пакету заявленных продуктов, лекарств и предметов первой необходимости, бесплатно добавляются одноразовые и многоразовые маски для лица. Телефон горячей линии 112 работает ежедневно с 9 до 18 часов. Уважаемые жители нашего города, которые обращаются в наш штаб, убедительная просьба составлять список продуктов, товаров первой необходимости на целую неделю. То есть не один-два продукта, которые вы хотите сегодня именно приобрести, а продумывайте список, чтобы вам хватило этих продуктов на целую неделю. Спасибо. Благотворительный сбор продуктов проходит в рамках общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Специальные боксы с символикой акции «Тележка добра» появились сразу в трех крупных магазинах «Тында» – «Метро», «Светофор» и «Экономный». Внести свой вклад в благое дело можно, не отходя от кассы. Наполняется «Тележка добра» только продуктами. Приветствуются товары первой необходимости – это крупы, макароны, хлеб, соль, масло, чай, сахар и так далее. Наборы будут переданы пенсионерам, которые находятся на самоизоляции. В помощь им принимаются также и продукты питания длительного хранения, например, мясные и рыбные консервы и разносол. По мере наполнения «Тележки добра» забираются волонтерами и передаются в штаб. Все продукты, поступившие в штаб «Движение «Мы вместе» распределяются по категориям и количеству, обратившихся по номеру 112. 18 апреля в Тынинской городской думе прошло 24-е очередное заседание. Краткие итоги заседания. Депутаты приняли изменения и дополнения в городской бюджет. Уменьшая расходы по просьбе Тынинца, все же оставили 2,5 миллиона на приобретение и установку нового детского комплекса на центральной детской площадке. Скорректировали сумму порядка 20 миллионов рублей на строительство спортивной площадки «Баскетбол», «Футбол», «Скейт» на пустыре между школой номер 2 и детским садом «Радуга» по программе «Комфортная городская среда». Добавили софинансирование на противопожарные мероприятия в учреждениях образования на ремонт квартир ветеранам Великой Отечественной войны. Депутаты внесли корректировки в прогнозный план приватизации муниципального имущества города Тынды на 2020 год и в перечень муниципального имущества, предназначенном для содействия развитию малого и среднего предпринимательства, а также утвердили отчет о введении реестра муниципального имущества города Тынды за 2019 год. Принято решение о назначении и проведении опроса граждан по вопросам комплексного благоустройства территории города Тынды, в котором определены вопросы, выносимые на обсуждение и утвержден состав комиссии по проведению опроса. Тынницам предложат проголосовать за благоустройство сквера у музыкальной школы и сквера в Мехколонии 147 или предложить свой вариант территории для благоустройства. В этом году ветеранам войны, проживающим в столице Бама, приведут в порядок квартиры. На эти цели предусмотрено 969 тысяч рублей. Из них 739 тысяч из областного бюджета и 230 тысяч рублей софинансирование из городской казны. Сейчас ремонт жилых помещений идет в двух квартирах у ветеранов войны Ивана Болчкова и Николая Козлова. Рабочие здесь проведут ремонт санузлов, замену линолеума, плинтусов и светильников. Также установят новые окна, переклеят обои и обновят потолки. Все работы подрядчики должны будут закончить не позднее 1 августа текущего года. Въезд запрещен. Такой дорожный знак ограничил въезд на территорию одного из учреждений города. 20 апреля сотрудниками МУП «Чистый город» на воротах молодежно-досугого центра «Гармония» был установлен знак «Кирпич». Теперь заезд на территорию центра со стороны улицы «Веселая» будет ограничен. В рамках обеспечения безопасности дорожного движения в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий на территории молодежного центра «Гармония» ограничен въезд со стороны улицы «Веселой». Появился дорожный знак «Движение запрещено». Данные меры приняты в целях обеспечения безопасности лиц, находящихся на территории центра. На территорию можно заехать с центральных ворот. 25 апреля в 19.00 на телеканале телекомпания «Тында» состоится прямой эфир с участием мэра города Марины Валентиновны. Телефон прямого эфира – 40-222. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. Оставайтесь дома, берегите себя и своих близких. Субтитры создавал DimaTorzok